Знаете вот как лучше всего, вот на кого лучше всего нападать? Вот нападать лучше всего на самых таких добрых. Вот на клумбу, да? Вот я помню, когда клумба появился, вот все в его сторону вякали. Вот я в его сторону не вякал, ну потому что я не вякал, короче. Вот. А очень много пацанов в его сторону пиздели. Знаете, почему они в его сторону пиздели? Потому что он не может ответить. Потому что он ограничен в ответе. Клумба не может ответить никому. Почему? Потому что его смотрят культурненькие мамочки с дяденьками. Если он ответит нормально, то он станет плохим. Если он затерпит, значит он терпила. Если он ответит по-культурному, но он по-культурному не сможет переломить в перепалке с чуваком, который будет его хуйню. Он не сможет просто. Его голосочек будет только иногда еле-еле мелькать. Поэтому все три варианта проигрышных. И получается клумба всегда в поражении. Поэтому клумба ни в какой конфликт никогда не влезет. А люди, которые на него нападали, почему они это делали? Потому что он не может ответить. Вот поэтому на молчаливых и нападать легче всего. Хотя я вообще против нападения на каких-либо стримеров, этих пвп, этих конфликтов. Наконец-то этих конфликтов нет. Наконец-то все молчат и нет людей, которые приходят и спрашивают, Барик, а как ты думаешь, вот этот прав или этот неправ? Как это хорошо, когда этого нет? Не путай доброту со слабостью. Это мы про клумбу. Ты думаешь, клумба добрый? А клумба не слабый. Он просто в такой позиции. Короче, у клумба имидж хорошего интеллигентного мальчика в галстике. То бишь лучший вариант для него игнорировать всех хейтеров. Конечно. А Корбин это противоположность. Корбин на хейтерах делает контент. К примеру. Субтитры создавал DimaTorzok